Мощные ливни с грозами ожидаются в Воронежской и Белгородской областях. Повторится ли у нас сценарий непогоды в Европе, где от молнии пострадали несколько десятков человек? Этот ответ знает ведущий специалист центров ОБОС Вадим Заводченков. Грозы продолжат наводить ужас на жителей Европы и Юга России. Почему в Германии молния ударила в футбольное поле и отправила в больницу сразу 35 человек? Ждать ли грозового рекорда в Ростовской области, где из-за разряда в выходные без воды остался 80-тысячный город? И доберется ли непогода до центра России? Актуальная метеоаналитика на канале Россия 24. Я Вадим Заводченков, ведущий специалист центров ОБОС. Здравствуйте. Итак, мощные грозовые фронты один за другим накатывают на Европу и Юг России. В выходные стихия наводила ужас на жителей Старого Света. Сразу в нескольких странах прошли мощные ливни со шквалистым ветром. В Германии выпал град, который пришлось сгребать с улиц бульдозерами. Самым опасным фактором непогоды стали грозы. В пригороде Парижа молния ударила в дерево, под которым прятались собравшиеся на пикник люди. Госпитализировать пришлось 11 человек. В горах Польши гроза стала причиной смерти туриста. Трое его друзей получили серьезные травмы, а наибольшее количество пострадавших спровоцировало попадание разряда в футбольное поле во время матча детских команд в Германии. В различные больницы были доставлены 35 человек. Молнии часто бьют по футбольным полям. Объяснение этому легко находится в области физики. Даже на самом маленьком стадионе стоят осветительные мачты высотой не менее 12 метров. Крупные футбольные арены оборудованы системами прожекторов, которые находятся минимум в 50 метрах над землей. Очевидно, что в такой ситуации слой воздуха, являющийся природным диэлектриком, сокращается, и молнии проще пробить его. С другой стороны, стадионы оборудованы еще и системой полива газона. За счет трения воды от трубы уровень статического электрического заряда здесь существенно превышает средний фон, и это тоже притягивает молнии. Небо над Европой в выходные было буквально наэлектризовано. Грозовой фронт накрыл Австрию, Францию, Швейцарию и южную половину Германии. По данным метеодетекторов, только за субботу молнии сверкнули над Европой, внимание, более 230 тысяч раз. То есть каждую секунду происходило в среднем по три разряда. Мощные грозы бушевали также на юге и в отдельных районах центра нашей страны. Сильнее всего досталось Ростовской области. В соцсетях до сих пор обсуждают эти яркие кадры. В ночь на воскресенье вспышки озаряли небо над Ростовом-на-Дону с перерывом в несколько секунд. А в Азове гроза даже стала причиной крупного ЧП. Одна из молний угодила в подстанцию, обеспечивающую электричеством насосы водозабора. В результате 80-тысячный город на время остался без воды. Причиной столь мощных гроз на юге России и в Европе стала система блокирующих антициклонов, удерживающих хорошую погоду на русской равнине и на севере Европы. Их хорошо видно на интерактивной карте ветров. Они не пускают дальше в глубь континента циклоны, и эти вихри несут очень влажные воздушные массы в Западную Европу и при Черноморье. В результате здесь развиваются необычайно мощные кучево-дождевые облака, а это обычно и порождает грозы. Блок в атмосфере существует уже более недели. В результате в Ростовской области непогода идет на рекорд. Например, в областном центре в последний месяц весны обычно фиксируется 4 дня с грозой. Рекордным был май 2010-го, когда молнии сверкали над городом почти треть месяца. К этому моменту в низовьях Дона уже зафиксировано 8 грозовых дней. Причем гроза минувших выходных в Ростове-на-Дону затянулась на 5 часов. Это почти в 4 раза больше, чем положено по климату. Но май еще не завершился, и природе вполне по силам переписать метеостатистику в Ростове-на-Дону. Посмотрите, в последние дни мая и начале июня в Ростове-на-Дону неустойчивая с ливнями и грозами погода. Кучево-дождевые облака помешают солнцу прогревать воздух. Сегодня в городе около плюс 20, что на 5 градусов прохладнее обычного. В последующие дни ситуация немного поменяется, и столбики термометров покажут плюс 22-24. А вот власти солнечного антициклона над центром России ничто не угрожает. И только с пятницы в столице возможны кратковременные дожди. Сегодня по-прежнему аномальное тепло, плюс 26. Со вторника в регион начнет поступать более прохладный воздух. И во вторую половину недели после полудня плюс 21-22, что на 1-2 градуса выше нормы. И от летнего зноя, и от непогоды можно укрыться в настоящем сказочном городе, в который превратится 75-й павильон ВДНХ с 1 по 5 июня. Герои любимых детских мультфильмов соберутся вместе, чтобы встретить это лето. Подробности на сайте мультимир.тв. А у меня на этом все. О том, какая температура будет сегодня в городах России, сразу далее. Интересуйтесь погодой. До свидания. Нет.